Дом правосудия – бывший недострой наследия лихих 90-х. Когда-то его начали возводить для нужд медицинского университета. Работы стартовали в 91-м, спустя 4 года остановились и надолго. Кирпичная коробка стала излюбленным пристанищем для бродяг и нарушителей закона. Ситуация развернулась на 180 градусов. Теперь закон здесь торжествует. Семиэтажная заброшенка после реконструкции стала домом для судов сразу двух районов – Ленинского и Железнодорожного. Мы создаем комфортные условия для работы судей. Мы создаем комфортные условия для граждан страны, которые обращаются в судебные инстанции. Конечно же, я уверен, что открытие этого Дома правосудия – это еще один значительный вклад в укрепление нашей государственности. Дом правосудия должен быть комфортным для тех, кто в силу тех или иных причин вынужден обратиться за защитой своих ли интересов в судебную систему или просто посмотреть, как отправляется правосудие. Как было до переезда, в Красках может рассказать судья Владимир Сурков. В системе он работает 11-й год. Раньше из-за дефицита площадей один зал делили между собой четыре служителя Фемиды. Как вам условия? Гораздо, конечно, удобнее здесь. Понятно, что если есть с чем сравнивать, то здесь чувствуется, что, конечно, гораздо-гораздо стало нам здесь свободнее дышать и настроение соответствующее рабочим. В предыдущих зданиях не было достаточного количества даже совещательных комнат. Совещательными комнатами служили сами кабинеты судей. Поэтому получение такого замечательного, комфортабельного, отвечающего всем требованиям закона и всем требованиям, предъявляемых зданием судов – это фактически большое достижение. Теперь у каждого судьи, а здесь их 30, свой зал с системой аудиофиксации заседаний. Есть видеоконференц-связь. А еще просторные коридоры, пассажирские лифты, помещения для ожидания. Доступная среда для маломобильных граждан. Все-таки позиция, еще раз хочу подчеркнуть губернатора и мэра, дала возможность нам все-таки завершить эту работу. И сегодня вы видите, в принципе, такое украшение в железнодорожном районе. Недостроен в Самаре и области активно подыскивают новых хозяев. Объекты стремятся развивать, интегрировать в инфраструктуру. Один из ярчайших примеров здания 6-го кассационного суда. Оно стояло в забвении несколько лет, а теперь по инициативе главы региона там начнет свою работу один из крупнейших судов в системе вновь создаваемых. Субтитры создавал DimaTorzok